Всем доброго времени суток, я рад вас приветствовать на канале Владимир Электроник. И сегодня речь пойдет о беспроводном наборе клавиатуры плюс мышь от компании Miif, которая является подразделением Xiaomi. Из видео вы узнаете, почему я решил заказывать набор клавиатуры плюс мышь через интернет, а не купил его в ближайшем розничном магазине, подойдет ли эта клавиатура плюс мышь для геймеров, какие у нее есть недостатки, а недостатки кстати есть, и услышите мой вердикт, как человека, который уже много лет набирает текст слепую. Ну что, поехали! Скажу пару слов о комплекте поставки. Упакована клавиатура и мышка хорошо, ничего не повредилось. Если открыть коробку, с одной стороны достается мышь, с другой стороны клавиатура. Есть вся необходимая документация. Приятный бонус, в комплекте шли еще 4 батарейки 3А, которые в народе называются мизинчиковыми. По две штуки в клавиатуру и в мышь. На этом можно закончить про комплект поставки. Перед покупкой я прошелся по розничным магазинам моего города, посмотрел, пощупал и мне ничего не понравилось. Что мне не понравилось, в основном в наборе шла маленькая мышка. У меня достаточно большая рука и я не люблю мышки, которые занимают только пол ладони. Со временем это может привести к проблемам со здоровьем, неудобных мышек, может развиться туннельный синдром, защемляться нервы в запястье. Короче, много всего неприятного. Я решил все-таки искать что-то более подходящее для себя. Покупать отдельно большую мышку и отдельно клавиатуру я тоже не хотел, потому что это займет 2 порта USB для подключения ресивера. Поэтому я решил поискать по интернету и подождать пару-тройку недель. Клавиатура достаточно удобная. Здесь это полноразмерная 104-клавишная клавиатура, к которой многие уже привыкли, потому что мне хотелось, чтобы цифровой блок тоже был. Кнопка включения и выключения находится сзади. Бортики минимальных размеров. Выглядит стильно, со скругленными краями. Кнопки Escape, Enter, Backspace, Shift достаточно большого размера. Их удобно нажимать, если вы печатаете вслепую. Мышка меня также порадовала. Кнопки нажимаются четко, с явным щелчком. Колесик тоже крутится, достаточно четко фиксируясь сверху. Есть индикатор, который загорается, когда ты начинаешь двигать мышкой. Снизу кнопка включения и выключения. Отсек для батарей. Работает на любых поверхностях. Пробовал ее на столе, на диване, на покрывале. Проблем никаких с этим не возникает. Теперь расскажу о выявленных недостатках. Мне показалось, что нажатие клавиш достаточно мягкие. Я набираю тексты вслепую, поэтому для меня важно четкое нажатие. Вот с этой клавиатурой ошибочные нажатия случаются. Это мой личный опыт. У вас может получиться совсем по-другому. Мне больше импонируют такие жесткие клавиатуры. Но и это в целом на 99% меня устраивает. Еще один недостаток, который характерен для этой модели. Чтобы сработало нажатие клавиш, ее надо держать достаточно долго. Если ты просто быстро нажал и отпустил, то не всегда компьютер на это реагирует. Если вы играете в игры, то возможно вот это вам не подойдет. И вам нужно будет покупать что-то или проводное, или более дорогие варианты с высокой скоростью отклика. Еще одним недостатком клавиатуры является то, что русские символы по умолчанию не нанесены на клавиатуру. Они поставляются в виде отдельной наклейки. Английские буквы написаны в центре. То есть наклейку надо куда-то клеить вбок. Они такого же серого цвета, как и английские буквы. И я до сих пор тоскую по клавиатурам, где русские буквы были красные, английские черные. Хотя я уже достаточно давно набираю вслепую, и для меня это не принципиально. Но все же для большинства людей это было бы приятнее. Пришло время подводить итоги. Могу ли я порекомендовать вам этот набор к покупке? Пожалуй, да. Почему? Потому что большая мышка, которая хорошо подходит для большой мужской руки. Стильный дизайн. Есть батарейки в комплекте. Демократичная цена. Я покупал этот набор в пределах 1700 рублей. Сейчас в связи с повышением курса доллара цены повысились. Актуальную вы можете посмотреть по ссылке в описании. Но вам надо быть готовым к тому, что клавиатура достаточно мягкая. И иногда нажатие на клавиши не срабатывает, если клавишу быстро нажать и отпустить. Добавлю, что вариант поставки со складов из России, то есть это, мол, немного дороже, чем доставка с Китая. Буду рад, если вы оцените этот ролик лайком. И если вам интересна тема слепого набора на клавиатуре, у меня есть что рассказать вам. Будет интерес со стороны зрителей, запишу на эту тему ролик или несколько. Я буду рад вас видеть на своем канале Владимир Электроник. До новых встреч!